с 15 до 17 как правило есть соревнования которые проводятся микрофоном ssb и есть соревновала в основном есть проводится школа радиста то есть для изучения телеграфной язбуке дается текст и нужно пытаться его принимать то есть такое тоже есть мои главные основные принципы с вами изучим дистанционно изучать телеграфную язбуку сложно нужно только желательно это делать группе принцип значит соревновательности значит шаг вперед два шага назад то есть это принципы которые они более интересны и правильные изучение телеграфной язбуке в группе чем изучение телеграфа сидя у компьютера это неправильно то есть нужно все делать живую показывать практика подготовка радистов вооруженных силах осуществляется в основном путем именно групповых занятий комплексных групповых занятий но вот я хочу сказать еще одно такое такую вещь что вот в армии почему-то вот наши украинской армии почему-то как-то мало этому уделяют внимание я был на военной кафедре нашего мнения уже не наш а это военная кафедра за нт у вот значит у них в основном идет изучение системы автоматизированной системы управления то есть мало уделяется внимание телеграфной язбуке то есть вообще не изучается хотя у них есть класс есть для изучения телеграфной язбуке и так далее у нас это сожалению развитие я вижу не в области не получила не среди детских коллективных радиостанций вот те начинания которые были сделаны в центре грани значит это было но лет пять назад были созданы работали три радиостанции детские коллективные и в результате того что стал новый директор богданов все это дело свернули вот это вот очень печально потому что фактически в каждой области есть хотя бы одна но действующая коллективная детская коллективная радиостанция ну у нас вот такая есть возможность появилась мы можем это все осуществить и не обязательно там кто-то учется там допустим телеграфом это уже как бы второй вопрос мы изучаем сейчас принципы основы проведения радиосвязи значит андрей такой вопрос когда у вас заканчивается каникулы на дивиться в общем вот у нас это 29 каникулы потом 6 по моему 5 6 он выходит потом еще осадяюсь и уже с недели выходит так а вот 13 число 13 января здесь в запорожье будешь или дома у себя скорейся я буду в запорожье а значит вот смотрите в 13 числа 13 января запишите для себя на 14 часов значит я всех приглашаю к нам на коллективную радиостанцию туда вот наш институт где находится еще предварительно и будут делать объявления потому что у нас будет открытое занятие вот я хочу пригласить с значит есть танцы юных техников директор будет присутствовать мы просто проведем занятия вы посмотрите аппаратуру послушаете эфир вот если будет такая конечно возможность у вас но я еще предварительно вам скажу где-то находится я вас встречу проведу то есть это как бы кроме студентов нашего института у вас будет тоже возможность побывать у нас посмотреть что это такое и что можно как бы и проведем занятия основное занятие то есть у нас будет тема это фонетический алфавит обед к так называемая то есть значит без этого как бы проведение радиосвязей невозможно то есть мы это должны знать в обязательном порядке ну и послушайте главное что собой представляет радиоэфир на разных диапазонах вот я думаю тому времени мы что-то сделаем и еще один вопрос вот у меня это то что участие в следующем конкурсе который вот мы должны принять участие и вот те ваши наработки которые у вас есть вот даже вот вот андрей и твоя цветомузыкальная установочка ее можно в этот конкурс воткнуть потом вот у никому не понял что тема конкурса тема значит айтеланд называется а я вам сбрасывал на этот давайте так я вам сейчас я еще продублирую вот я попробую его открыть значит это больше связано с вопросами значит вот как раз программирование arduino вот связано с работами связано так вот она сбрасывал вам на вайбер ну я продублирую этот конкурс значит мы можем там принять вполне можем принять участие вот ну вы обратили внимание что вот такие конкурсы которые проводят центр грани они связаны больше там с лего конструированием там работа конструированием роботов и так далее основаны они на конструирование лего которое продается ну понятно что конструктор купили что-то там программируют и делают вот у кого-то подороже у кого-то подешевле у нас совсем другое направление у нас направление самостоятельных сборок каких-то радиотехнических конструкций которые можно там с помощью паяльника несколько деталек спаять вот вот та конструкция по программированию значит светомузыкальной установки это как раз то что нам надо мы этот эту установку покажем на этом конкурсе я думаю что подойдет вот но сейчас еще раз посмотрю у меня тут клапок я куда-то и сунул а вот нашел я открываю еще есть у нас поговорить так открывается почистить так закрываю сейчас другие окна ворда что документа открывает такой маленький ну я еще вижу что у нас еще константин добавился значит новый наш участник с вашей группы андрей то есть в общем то значит надо будет подумать как бы нам еще привлечь наш значит нашего нового участника константина в нашу работу чтобы вот не влад говорил о том что вашем колледже все-таки обращают внимание на участие в различных соревнованиях получениях дипломов и так далее значит я среду завезу ваш колледж завезу эти дипломы вот может быть значит вам успеют вас вручить вам вручить перед новым годом я не помню наши потеки и боже тест на я чего я уже отдал нашему куратору но это куратору а это у вас есть замдиректора по этой работе вот елена николаевна она по моему или фамилию не помню сейчас где-то у меня записано виднула она в первом кабинете директор вас сидит она рядышком кабинет заместитель директор она говорит если какие-то есть грамоты диплома приноси то есть где-то у вас это будет тоже отражаться так вот смотрите неповедно наказал министра так ладно на это опустим конкурс проводится центром по зашкельной осветы молоде это киевский клуб киевский интеллект клуб у співпраці с романськой организации всесвятогормонии так тут идет два тура первый тур відбірковый то есть заочный с он идет с 19 грудня по 31 березня то есть времени валом то есть тут надо просто какую-то работу послать на для участия условия конкурс проводятся каждый год в два сезона конкурс открытый для всех участников основные задания то есть это хорошо что конкурс не наш потому что наши они все-таки примитивно это киевский конкурс и если там будет какая-то победа как матерова красном конкурс это будет очень престижно и полезно то есть вам эти дипломки дипломы зачтутся будущем при поступлении так что они тут предлагают нам так это жюри так награды авторские права так участники конкурса профессийного света но мы подходим под этот конкурс количество участников первый этап не ограничен так условия конкурса значит регистрация и подача робит термин проведения с 12 грудня по то есть уже началась регистрация по 31 березня 22 другого руку значит первый этап регистрация и подача своих работ соответствующей форме но мы с вами будем встречаться оговаривать конкурс проводится в номинации есть 3d графика есть веб-дизайн есть какая-то аппаратная разработка видео мэйкинг программа разработка сайт конструктора саунд дизайн студенческий арт студенческий течь студенческий бизнес в общем и цифровая фотография то есть тут очень широкая система где можно поучаствовать в разных направлениях что необходимо сделать в общем любая работа которая выставляется на конкурс понятно что нам ее лучше в заочном виде провести вам что в киев никто не поедет это точно такие соревнования они проводятся более серьезно на серьезном уровне но если мы конечно и пробьемся то это будет конечно просто замечательно так работы вам чате написаны хорошо я сейчас посмотрю так это конкурс киберспорта все условия в общем я сброшу почитаете какие условия что необходимо сделать и так чтобы вам было более понятно самим разобраться так сейчас секундочку от нас сергей приветствует тоже рада видеть и у нас узкий круг пока но я думаю что мы привлечем более такую аудиторию но сейчас вот будем потихоньку выползать из этого из этого круга хотя продлили до марта месяца эту пандемию но тем не менее уже это не так серьезно как на самом деле нам так так сейчас дочку да ну план по планам от сергей пишет какие планы на чвв ну пока вот такие которые у нас предстоящие планы это установка антенн проведение занятий проведения участия в соревнованиях это главное что мы должны сделать за эти полгода которые мы начали пока те соревнования которых мы принимаем участие это соревнования связанные с участием в конкурсах у нас уже какие то есть результаты это уже хорошо но главная задача у нас все таки не это главная задача у нас состоит научиться работать в эфире понять для себя что это такое я вам там сбрасываю потихонечку кое-какие поделки какую-то информацию в чат вайбера значит смотрите там эти видосики которые у нас есть по как ребята создают трансивера самостоятельно приемники вот ну и чему-то научитесь хотя бы какую-то информацию для себя получайте в основном та информация которая что можно сделать из конструкции которая выписывается с алиэкспресс это самый такой нам доступный как бы площадка откуда можно брать любые девайсы ардуино потихонечку там они не такие дорогие что можно их брать самому программировать купить там кучку светодиодов ардуино и можно что-то уже какую-то гирлянду для себя соорудить вот как ты сделал андрей сделать это музыкальную установочку она в общем то рабочая и он хорошо ее так продемонстрировал как это все работает есть тебе видео вот и возможно там надо будет фотографии какие-то сделать но вы мы посмотрим этот по этому конкурсу в общем обязательно примем участие главное зарегистрироваться и значит и принять участие значит еще у нас будет инженерный тыждень но он будет где-то в марте там тоже будут сертификаты дипломы мы тоже примем участие а там несложно так это еще тут есть так так насчет планов ничего пока не скажу программы по радиоэлектронике так значит встречи у нас проводятся спонтанно в чате мы пишем объявления когда проводится наша встреча вот и у кого есть возможно встречаемся чаще всего это происходит тогда когда у ребят каникулы когда есть возможность чем-то заняться где-то у кого-то какие то есть идеи пожалуйста предлагать если есть проблемы трудности тоже говорите вот будем что-то подсказывать решать так что еще тут непонятности какие то так вот еще свернулась у меня так андрей а что-то писал в чат да я так понял я что-то не вижу твоих сообщений серии писал чат и нам уже вам сейчас забегула а да я вот только читаю сергея информацию вот ну я вроде так на все вопросы ответил понятно что мы встречаемся не часто к сожалению связано было с сессией у вас тоже я так понимаю у вас были экзамены экзамены вот этот период да или нет или что у вас было или учеба просто продолжалась у вас экзаменов не было этот период андрей у нас экзамены будут боже конец января вон оно что конец января понял ясно ну я так думаю что везде по-разному эти разные колледжи в разных металлургическом одно у вас другое вот музыкальный колледж у них вот только закончились экзамены то есть мы привлекаем к нашей работе ребят и девчат с разных полей нам еще две девочки подсоединятся так с музыкального колледжа есть такое так ну я думаю что еще два-три студента мы все-таки найдем из нашего института чтобы у нас была такая молодежная компания которая будет заинтересована в каких-то творческих идеях мыслях в работе главное создание каких-то конструкций которые в будущем ну не просто там будут радовать глаз но и какую-то приносить пользу вот что-то приносит пользу там получение сертификатов дипломов это сейчас сожалению техническим видом кружковой работы относятся очень прохладно то есть в основном вот у нас страна танцующие поющие вот именно ребята которые где-то заинтересованы имеющие талант плане разработок каких-то конструкций своих идей в техническом плане почему-то остаются не у дел поэтому мы с вами этот вопрос будем восполнять всячески пытаться ну вот кое-что у нас вот за эти пол за это полугодия за эти полгода у нас что-то получилось вот вот я думаю что на 13 число я постараюсь собрать весь наш коллектив на 14.00 и ну чтобы у нас чтобы вы посмотрели какие у нас наработки что мы там успели сделать вот и если у вас вдруг будут какие-то вопросы в плане нашей дальнейшей работы не стесняйтесь пишите лично или в чат вот значит если вдруг какие-то проблемы проблемные вопросы там с деталями могут быть или еще какие-то тоже не стесняйтесь пишите то есть есть возможность там есть приборы есть паяльники есть возможность где-то что-то достать в крайнем случае тут есть можно клич какой-то кинуть чтобы нашли какую-то деталь то есть это все в чате делается сейчас время такое что можно это раньше искали там по ездили за 30 километров ездили там на радиорынке искали вот а теперь это все гораздо проще значит по значит в дальнейшей нашей работе старайтесь где-то простенькие конструкции на ардуино простенькие конструкции на какие-то какие там например куб сделать можно сделать можно сделать там переключаемые с помощью ардуино можно сделать светодиодных можно что-то еще какое-то устройство для умного дома выключить выключение электроэнергии там по хлопку или еще что-то то есть да 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 я вот вы заговоры там про ардуино про умный дом я вспомнил я очень знаю про никого одного из нашего колледжа он вообще программист я вот думаю может попытаться его затащить ну да да андрей значит смотри если есть ребята которые которым это интересно значит мы еще с вами оговорим этот вопрос потому что вот на 13-го числа можно всех приглашать я еще подойду к вашему преподавателю чтобы она может быть по максимуму может провела экскурсию к нам может это же такое же возможно если там не отпустить не отпустить скажу сразу не отпустить ну если организовано то может это рядом кстати можно и пешком пройти институт наш находится возле глинки вот это от вашего это три остановки пешком для молодого организма это наоборот как бы в пользу так что ну побачим я гляну сколько у него пар там или узнаю сколько у него пар да вы смотрите по своим возможностям по как бы и те ребята которые где-то кто-то чем-то у вас занимается у вас такие наверняка есть нужно их привлекать говорить что вот интересно это есть мероприятие есть радиостанция которая ну участие в которой будет интересно то есть это клуб по интересам то есть собираются люди которые заинтересованы вопросами там радиотехники конструирование работы в эфире и так далее мы вот пригласим Сергея к нам тоже если Сергей будет возможность подходи к нам у нас в общем-то на 13 число уже даже есть у нас преподаватель который хочет даже своего семилетнего сына привести вот может какие-то темы интересные что-то вот для ребят послушать будет очень интересно потому что здесь собирается круг ребят 15-16-17 лет как раз возраст любознательный но нехватка информации нехватка допустим возможностей каких-то я бы тоже к этому не пришел если бы не ходил на кружок но у нас такой кружок заочный связан он с какими-то определенными трудностями в условиях пандемии мы сейчас живем прошлый год этот год но тем не менее у нас кое-что уже там что-то намечается получается какие-то все-таки наработки уже есть так что Андрей проводи такую обитационную работу среди ребят я еще скажу в металлургический колледж может быть еще там у нас получится привлечь я уже у них был но вот как-то вот там у них есть факультет не факультета у них там группа железнодорожников они вообще что-то такие вот ничем не интересуются далекие ребята им это не интересно вот но есть другие надо просто к электриком сходить и так далее то есть есть вот в каждой группе есть один-два человека которые по увлечению своему чем-то занимаются чем-то увлечены но занимаются так вот от случая к случаю у кого как получается ну а чтобы это как-то систематизировать участвовать в конкурсе получать дипломы грамоты какой-то результат своего труда иметь вот этим мы и займемся так какие ко мне вопросы у нас осталось пять минут вроде бы не моего просто да если вопросов нет я хочу вас поздравить с наступающим новым годом пожелать вам в учебе успехов самое главное здоровья крепкого держаться крепиться закончить этот учебный год без проблем вот ну и каких-то добиться успехов в радио в электронике получить какие-то дополнительные знания и так далее так ну используйте свои свое свободное время каникулы с пользой для себя больше берите информации впитывайте как губка всю информацию которая где-то я вам там сбрасываю в чатах где-то вы сами находите дополнительно в этих ну на просторах интернета поэтому я думаю что все у нас получится и в следующем году так у меня все может кто-то хочет что-то еще дополнить сказать наверно наверно нет наверно нет наверно нет да ну хорошо удачи вам всем и вам спасибо до свидания встретимся наверно уже в следующем году я уже там ближе к тринадцатому я уже вам больше информации набросаю всего доброго до свидания 73 м и м м м м м м м